Неизменный закон веры таков, что Бог может сделать для нас только, поскольку позволяет Ему наша вера. «По вере вашей да будет вам», — сказал Иисус Христос. Итак, без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает. Только тогда может наша вера двигать горами, и только тогда будет она угождать Богу, когда у нас образуется правильное понятие о Боге и о Его Сыне Иисусе Христе. Поэтому причиной неверия является неправильное знание или мнение об Иисусе Христе. В Священном Писании мы имеем целый ряд примеров неправильных суждений о Боге и, в частности, об Иисусе Христе. И эти ошибочные, неверные оценки Его личности, Его любви, Его силы всегда ограничивали Его действия. Например, при одном случае сказано, что Иисус Христос не мог совершить никакого чуда по причине неверия их. И, как мы увидим дальше, это неверие было результатом ложного понятия об Иисусе Христе. В основу сегодняшней беседы мы возьмем четыре таких случая неверных суждений о Христе и посмотрим, какие были последствия этих неверных взглядов и что говорят они нам. Все они находятся в шестой главе Евангелия от Марка. Эти евангельские примеры нам хорошо известны. И, несмотря на то, что они произошли почти две тысячи лет тому назад, они также актуальны и сегодня. Хотя Христос явился на нашу землю человеком, ходил среди людей, жил среди них, все же Он всегда был таинственной и загадочной личностью для них. И вот в этой шестой главе Евангелия от Марка мы увидим, как при четырех случаях люди высказывали свои мнения об Иисусе Христе. В первую очередь заметьте, что своими соотечественниками Он был принят как плотник, Иродом, царем, как воскресший пророк. Народ же в нем видел царя, а ученикам Он был призраком, ходящий по воде. Все они имели неправильное мнение об Иисусе Христе, но в то же время в каждом из них была доля правды. И вот мы увидим, что когда только один аспект личности Христа признавался, то невольно о нем делался неправильный вывод. Ошибка в каждом случае была по причине узости взгляда людей, видя одну только сторону необъятной личности Иисуса Христа. А это всегда влечет за собою большую опасность, а именно делать вывод о том, кто Иисус Христос, на основании одного аспекта Его личности. Это и была причиной Его распятия религиозными вождями Его времени. Он не оправдал их эгоистических ожиданий. Он не установил им земного царства. Они готовы были принять Его в роли царя, но отнюдь не в Его унижении и смирении, как пророка, слугу и искупителя. Поэтому такое ограниченное мнение о Христе, как бы оно не было верным в самом себе, если этим кончается наша оценка Спасителя, то такое понятие обязательно даст ущерб нашей вере и ограничит силу Христа. Итак, приступая к нашему тексту, сделаем беглый обзор этих четырех случаев, записанных в 6 главе Евангелия от Марка. «Не плотник ли он, сын Марии, брат Якова, Иосии, Юды и Симона? Не здесь ли между нами его сестры?» Так выразилась о нем его родня. Это было мнение людей, которые, по всей вероятности, знали его лучше всех по плоти, то есть с точки зрения его земной жизни. Это было в Назарете, в тесном кругу незначительного городка. Он у них вырос на глазах, так что знали они его хорошо. Но теперь, после краткого отсутствия, он вернулся к ним как учитель. И не то их столько удивило, что он начал учить, сколько метод и сила его учения. Представьте себе картину. «Вернувшись в свой город, он вошел в синагогу и там начал учить. Собравшаяся толпа, посреди которой была их старшина, пришла в изумление, когда он разъяснял им Писание. Перебивая его речь, они восклицают, откуда у него это, что за премудрость дана ему, не плотник ли он? И соблазнились о нем. Иными словами, они в нем соблазнились, потому что его не поняли и не готовы были принять более, чем одного из своих. Достойно внимания то, что в своей критике они тем не менее выразили чудную истину, что Иисус был один из их среды, что Иисус испытал на себе все человечество. Он был плотником, человеком трудящимся. Не плотник ли он? В этом они были совершенно правы, но и в то же время не правы, потому что этим кончалась их оценка его личности. Сколько сегодня говорят нам, что Христос только один из нас. Он не больше как человек и потому не отличается от остальных. Они готовы принять Христа как человека, но не как Бога. Следующее ложное мнение о Христе было сказано Иродом. Но в этом нет ничего удивительного. Ожидать иного, чем неправильного взгляда о Христе от такого низкого, подлого и проданного злу человека нельзя было. И тем не менее в его словах мы тоже слышим эхо чудной истины о том, кем был Иисус Христос. Услышав о деянии Христовых, Ирод сразу заключил, это Иоанн, которого я обезглавил. Он воскрес из мертвых. Вы припоминаете этот случай, как по просьбе распутной женщины, его сожительницы, он приказал казнить Иоанна. Но заметьте, и история эта доказала не раз, что человек может обезглавить пророка Божьего, но похоронить его он не в состоянии. Убитый им пророк будет преследовать его, и вдруг в ночной тишине он услышит голос его. Ни один деспот не может заглушить голоса правды. Тело его возможно уничтожить, но кровь его будет продолжать вопиять из земли. И вот, услышав о чудных делах Христовых, запачканная кровью совесть Ирода, восклицает, Иоанн, креститель, воскрес из мертвых. Так определила Иисуса Христа загрязненная, обвиняющая совесть безнравственного человека. Обратим теперь внимание на третий случай в этой главе. Это было после чудо насыщения народа. Насыщенный хлебом, народ хотел сделать Иисуса Христа царем. Вот наш царь, которого мы ожидали, говорят они, он обеспечит нас насушенным хлебом. Да, они хотели сделать его царем на основании его способности удовлетворить их не духовный голод, а телесный. Теперь заметьте последний случай. Он относится к ученикам Христовым. Уйдя на гору помолиться, Христос велел ученикам отправиться по ту сторону озера. Но, как мы читаем, ветер был противный. И ночью после молитвы Христос пошел к ним по воде. И сказано, они, увидевши Его, идущего по морю, подумали, что это призрак. И вскричали. Они, видя Христа, идущего по воде, заключили, что это был призрак. Ученики пришли к такому заключению по той причине, что они были боязливы и маловерны. И заключение это было ложное. Но в то же время в нем была доля правды. Они в том были правы, что в их присутствии было нечто таинственное, непонятное человеческому уму, загадочное. И действительно оно так. Кто может сказать окончательное слово об Иисусе Христе? Он вправду является тайной всех веков. Кто может постигнуть всю глубину, долготу, широту и высоту этой дивной, мистической личности Иисуса Христа? Как Он некогда являлся Своим ученикам, Он и сегодня, Идя по бурным волнам Житейского моря, поражает людей. Да, мы Его видим, но неясно и смущаемся. Где же тут ошибка? В чем ошиблись эти люди? Они в том ошиблись, что их понятие о Христе в каждом упомянутом случае было ограниченным. Однако, если взять все четыре мнения, высказанные здесь о Христе, то тогда мы будем недалеко от правды о том, кем был Иисус Христос. Я говорю недалеко, потому что, опять повторяю, ни один человек еще не сказал последнего слова о Христе. Посмотрим поближе. Что обнаружили эти люди в Христе? Первые, то есть соотечественники Христа, назаритяне, сказали «Он ведь один из нас!» Не плотник ли Он? И в правде Он принял образ раба, очеловечился, чтобы стать одним из нас. О, дивная истина, что Бог воплотился в Сыне Своем. Иммануил имя Ему, что значит «С нами Бог». Но Он не только стал во всем подобен нам, кроме греха, но в то же время Он и наш Царь, который обеспечивает народ Свой всем потребным благодарением Ему. Дальше мы видим, что Он же и Пророк, который не только провозглашает истину, но который один мог сказать «Я есть им истина». И зная все это и больше, Христос, тем не менее, остается божественной тайной, непостигаемой человеческим умом, личностью, о которой ни один не может сказать заключительного слова. Можно сказать, что если бы эти люди обобщили все эти четыре взгляды о личности Христа, то не делали бы ложного вывода о Нем. Заблуждение их было в том, что они ограничили Христа одним аспектом, одним свойством Его чудной необъятной личности. Теперь, чему же учит нас все это сказанное о Христе здесь, в этой шестой главе Евангелия от Марка? Во-первых, что мнение, образовавшееся в человеке о Христе, всегда говорит нам, кем в сущности является этот человек. Мы это видим из проведенных примеров. Те, которые говорили, что Он просто плотник, ограничивая Его тем, что Он только человек, один из них, они делали это по зависти, не желая признаться в том, что совершал Он чудеса и учил, как власть имеющий. А ведь Он был не только одним из них, но кем-то больше. Он был Сыном Божьим. У них не было ни смелости, ни смирения признать этого. У них было достаточно доказательств, говорящих, что среди них был некто больше, чем плотник. Они отстранили от себя все эти явные веские доказательства, и в результате у них образовалось ложное мнение о Христе. А ложное, потому что оно было односторонним и ограниченным. И этим их ограничениям они не давали ему делать то, что он хотел в их среде. Как ночная буря, страх вздрогнуло сердце Ирода, когда он услышал о делах Христовых. Это было результатом его безнравственности, его грязной жизни греха. Затем желание силой сделать Христа царем-народом, после чудо-насыщения, было результатом эгоизма и материализма этих людей. И, наконец, испуг учеников при виде Христа, идущего по воде, говорит о их маловерии и боязни. Вы можете быть совершенно уверены в том, дорогие друзья, что каждая ложная оценка Иисуса Христа является откровением развращенного состояния сердца человека. «Если я не хочу принять сего Христа всю истину о Христе, ограничивая его одним или другим аспектом его личности, то я тем самым не только ставлю преграды для проявления его силы, но подвергаюсь к опасности в конечном итоге отвергнуть совсем самого Христа». Мы видим, как его же соотечественники парализовали всякое действие Христа в их пользу, не желая принять его во всей его полноте. А те, которые готовы были его воцарить, даже силой хотели сделать его царем, в конечном итоге, когда он не осуществил их эгоистических ожиданий, в один голос с его самыми ярыми противниками кричали «Распни его! Распни его!» Дальше Ирод, который в нем видел пророка, но не желая расстаться со своим излюбленным грехом, тоже в конце концов отдал Христа на избиение и потом на распятие. Да, тот самый, который с удовольствием слушал Яна Крестителя, предвестника Христова, теперь полностью оказался в тисках своих страстей. Ирод ни разу не видел Христа, только в последний час, но тогда, увы, Христос уже не имел ни слова сказать ему. Быть может, подобно ученикам, Христос для тебя, мой дорогой друг, является великой, необъяснимой тайной, загадочной личностью, и когда на бурных волнах Житейского моря Он приходит к тебе, твое сердце исполняется трепетом и страхом. Дорогой мой друг, если ты искренно желаешь Его познать, даже когда невозможно человеку сказать последнее слово о Нем, Он пойдет к тебе навстречу и скажет тебе, «Не бойся, это Я!» Да, Он тебе откроется, только верь и не бойся. Возлюбленные, не будем ограничивать Его, но откроемся цело наши сердца Ему. Во-первых, Его следует принять как личного Спасителя, дать полное право Ему распоряжаться нашей жизнью, и тогда мы Его познаем во всей Его чудной полноте. Друг мой, прими всего Христа, не ограничивай Его силу каким-нибудь ложным мнением о Нем. Он хочет стать твоим Спасителем, твоим другом, твоим братом и всем, чем жаждет твое сердце. Знай, что тебя зовет Он теперь, брось все сомнения, искренно верь. В ниди в Его отверстию дверь, сам Он зовет, приди. Сделай это сейчас, открой свое сердце этому чудному Спасителю, и тогда ты вместе с Фомой воскликнешь, «Господь мой и Бог мой!» Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok